Молодец-то. Если бы на вас, то я бы вот так руку протянул, вот так бы провёл. А когда я себя кричу, это я сам себя. Мы людям пришли сюда возвестить, православные проповедники, о том, что жить так вот, жить, только думать о блуде, этом ад в душе. Поэтому наши знания, они вот из этой книги. Библия. Правильно. Ты Библию до конца прочитал? Да не только прочитал, я её насчитал. Если бы вы зарядите, Библия, Аудио, Игнатий Лапкин. И я на мои насчиты, первый раз я когда насчитал, меня арестовали. Как тебя зовут, получается, Игнатий Лапкин? Лапкин Игнатий. Вы Аудио завердите. Аудио, Библия, Игнатий Лапкин. И сразу на меня выйдете, моя насчитка. Архипелагула с этими же названиями. 50 книг мной насчитаны в интернете. Подожди, сейчас проверю. Давай. В Аудио. Через Гугл или через Яндекс. Да я знаю, я Аудиокниги очень часто слушаю. Это не в Гугле, это сказать, не в Ютубе, а в Ютубе наш канал. Я говорю, Аудиокниги я часто слушаю. Да, да, да. А вот я попутно пока ищусь и скажу. У нас на Ютубе канал называется «Во свете Библии». Большой канал, 15200 роликов. Ну, нашли? Нет. Ну, как нет? Ну, тогда через наш сайт зайти. На сайте все книги мной насчитаны. Сайт называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сайт. А, Игнатий. И Игнатий. А я Игнатий. Нет. Игнатий. Ну, это имя такое известно. Игнатий Брянщининов, Игнатий Богоносец. Нашел с кем сравнивать. Не сравнивать, а имя проверить как. Что сравнивать-то? Другие не знают, как написать. Я отсылаю к таким именам, чтобы увидели, как написано. Только не ругайтесь, когда мы будем говорить, чтобы ни одного слова плохого не было. Библия слушать онлайн. Аудиокниги у тебя. Вот так. Библия целиком мной насчитана. Игнатий Лапкин. Нашел. А если на зарядке... А, ты архипелаг ГУЛАГ читал? Да, если архипелаг ГУЛАГ, зарядки полностью насчитаны мной. Архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. Послушаю. Архипелаг ГУЛАГ я слушал, но не это, не твою начитку. А вы зарядите. Архипелаг ГУЛАГ, Ауди, Игнатий Лапкин. Моя начитка очень пользуется спросом. Потому что я сам зэк. Сам, говорится, чадо ГУЛАГа. Тебя за что посадили? Так, что говорите? За что посадили? А это была такая 190 прим статья в 86-м году. Потому что если не там собрались, помолились где-то, власть все имела. В 86-м. В 86-м, да. В 86-м и тут на таком не было. А вы где живете-то? Не в Казахстане? В Сибири. В Красноярске. А я отбывал в Жанатасе, в Жамбульской области, с казахами. О, с казахами там тяжко, наверное, да? Нет, хорошие люди. Просто, я не знаю про всех, но у меня всегда почему-то хорошие люди на моем пути встречаются. Очень хорошие. А сколько тебе? А как думаешь сам? Посмотри на меня. Вот у меня поясок какой. Посмотри, какой я. Только не выебыл. Только? Так, это только ни одного слова плохого, чтобы не говорили. Так, сколько лет дадите? Ну, сколько? Ну, лет 70-то есть уже. 80. Ну, 80, тем более. 80. И до сих пор как это все четко, да? Так у меня три голубятни. Я еще голубям лажу. С молодежью работаю. Мы с нуля строим православную деревню. Я вместе с ними дороги строю, столбы ставлю. Пруды ощущаем, неощущаем, а возрождаем. Это единственная на территории России православная деревня, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда эта деревня не для людей. Для людей. Наоборот, ее ищут, ищут. Даже у меня лагерь детский, из Канады приезжают люди, из Америки, из Франции, из Германии. А что, дети из Канады, из Америки приезжают? Вы, если просто зарядите, вот зайдете, сайт. Да господи, чего мне заходить? Вы там увидите деревню, снимки, там все показано. Там все, я не просто говорю, а снимки, ролики. Я верю, верю, верю. Верю. Ты бы лучше бы сказал, вот как у тебя вот это вот, на все, на это все, у тебя за это вот, подвигло вот это вот. Меня подвигло? Да. Ну, вы только, когда буду говорить, чтобы ни одного слова плохого не говорили. Я очень прошу вас. Обещаю. Так, я родился в 1939 году. А отец пришел с фронта вот так, вот руки у него нету. У нас в семье было пять мальчишек, пять девчонок. Живых, которые остались живые. И я с детства от матери слышал, что есть Бог, Бог, и есть будущая жизнь за гробом, и есть муха адская, и рай. В пионеры нельзя вступать, комсомольцы. Меня Бог от этого сохранил. Я не знал, ни одного мата еще не сказал за свою жизнь. Это благодарение матери. Не имел никакого отношения с женщинами. Поэтому Бог мне память всю сохранил. Дальше. Я иду в армию, служу. Я верующий. Но никто это не знает. Тайный, как говорится. Крестик к лямочке пришитый. Но когда я вернулся из армии, а служил в морфлоте и в ракетных войсках, я уехал на Балтику. Поступил в мореходное училище и работаю на Балтике, на море. А что там делали? Ну, мы разные, во флоте. Так, дальше... Ну, специальность у вас какая была? Ну, я был бы штурманом, если бы я дальше учился-то. А работал матрос первого класса. За штурвалом стою. Матросом? Да, конечно. Я еще не учился. Я прорабом был. Работал в органах МВД, до армии. Так что у меня биография непростая такая. И вот дальше-то начинается самое удивительное. Я любил бабушек. Бабушек. Помочь им как. Какие-то забитые такие. Если заработки хорошие, я спортсмен. Жалко, жалко. Жалко. И вот я сошел в кино сходить, а корабль на рейде стоял. И в это время бабка одна несет сумки. Я подскочил, баба, давай помогу. И спрашиваю, а у вас тут где-то молятся люди? Она говорит, а вот дом стоит большой. Я ничего еще не знал. Там потом мне человек пригласит к себе домой и даст Евангелие, вот которое я держу в руках. Это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Я встал на колени и первый раз в жизни помолился своими словами. И Бог меня переродил. Я встал с молитвы, как будто это не я, другой. Я всем стал говорить. И вот так уже 56 лет я иду этим путем. Каким путем? С Христовым путем. Только не ругаться. С Христовым путем, это понятно. Да. Я не ругаюсь. За Господом. Я предупреждаю заранее, потому что мало ли еще. Я разве ругаться? Я же спросил. Ну, я три раза просил, чтобы не вырвалось никак. С Христовым путем, это понятно. Да. И вот теперь этим путем я иду. Меня арестовывают. У меня за плечами 5 тюрем. Кроме того, меня мучили и терзали еще 26 лет. А где ты сидел-то? Город Жанаташ, Жамбульская область и Казахская ССР. А кто сидел? А? А кто сидел? Я вам уже объяснял сейчас только. У вас что? Как его? За диссидентского, наверное, да? Да. Узники совести называли. Но, главное-то еще, сказать о 87-м, 15-го марта, указ Президиума Верховного Совета СССР решил выпустить помилование, не реабилитация, помилование всех политзаключенных. Нас было 210 человек на страну. А реабилитация придет только 4 января в 92-м году. А где? А? Взнаю, говорю, где? Да вам зачем она нужна? Что я обязан вам на жену показывать? Не, вообще есть? Ну, как она? Она сейчас... Вообще, вообще, это еще... Ну, я вам скажу, на этом вопрос это не кончится. Вопросы не кончатся. Она сейчас только пошла. Я ее снабзил материалом, она в городе. Она проповедница. Жили, окей, жили. Да. Она, если вы зайдете на наш YouTube, вы ее увидите там. Она учительница. Она учительница. Она сегодня еще ученикам преподает. Она удивительный человек у меня. Когда я сидел, она до генеральной прокуратуры доходила. А? Зачем вы бороду отрастили такую? Для чего? Что для чего? Бороду отрастили. Так вопрос даже не должен стоять. Я мужчина. Вы куда бороду дели? Я должен вопрос задать. Почему вы на женщину похожи? Две мамы в доме? Зачем это блудодейная ересь? Ересь? Ересь. Это когда с бороду вы... Ну, нет. Это ересь. Вы кто? Христианин или мусульманин? Христианин. А? Христианин. Не понял. Христианин. Христианин? Так зайдите в храм Божий, дорогой человек. И посмотрите. Христос с бородой, апостолы с бородами. Все до одного. И все пророки. И что же вы? Пытаетесь на Христоса или на пророков? Или на апостолов? А не надо стараться. Это природа учит так. А вот кто... Это много женцев, вот это вот. Хорошо, у вас одна жена, я тоже спрошу. Одна жена? Женщин не знали? Вот и бороды нету. Уберите свою бороду. Вы все равно на апостолы не похожи. Потому что Иисус ее носил, ему можно. А вам нельзя? Зачем? Нет, не надо. Все тогда.